В связи с текущей эпидситуацией в Крае изменился порядок выплаты социальных пособий. Льготы многодетным семьям и компенсации на проезд студентов можно оформить до 15 мая. Срок подачи заявлений продлили. Тем, кому положена компенсация услуг ЖКХ, могут пока не предоставлять подтверждающие документы. До 1 октября начисления будут продлеваться автоматически. В станице Константиновской в мае должны завершить строительство детского сада. Он рассчитан на 220 мест. Помещения в садике распределят с учетом разных возрастных групп. Там будут игровые комнаты, спальни, музыкальные и спортивные залы, а также бассейн. Сейчас выполняются электромонтажные работы, устанавливаются трубы отопления, водопровода и канализации. На Ставрополье идет прирост в мясном скотоводстве. Таким производством в Крае занимается 60 сельхозорганизаций. Отметим, количество коров в племенных организациях региона на сегодня составляет 11 тысяч голов. Как сообщили в Краевом Минсельхозе, хозяйство уже получили 7 тысяч телят. В регионе разводят такие породы, как калмыцкая, герифорд, казахская белоголовая и абердин-ангузская. Ежегодно в племенных организациях реализуется 3000 голов племенного молодняка. Это положительно сказывается на разведении мясного скота на территории края и страны в целом. В Новоалександровске стартовали работы по созданию нового паркового комплекса «Маяк». Реализация этого проекта превратит городской пустырь в точку притяжения местных жителей и гостей. В парке оборудуют зоны активного отдыха, создадут тротуарные дорожки и установят скамьи. Тематически территория комплекса будет связана с морскими приключениями. Жители села Верхнерусского Шпаговского района обеспечат стабильным и качественным водоснабжением. Сейчас разрабатывают проект для участия в федеральной госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», сообщили в региональном МинЖКХ. Отмечается, что в Верхнерусском построят два напорно-регулирующих резервуара и разводящие сети. В общей сложности реализация проекта оценивается в более чем 17 миллионов рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова